Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Сережа, Камила, сегодня у нас с вами финал. Это значит, что через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе. Вас ждет серьезная борьба. Вы готовы к ней? Да. Я думаю, у вас все получится, потому что вы показали себя как сильные соперники и практически равные бойцы. Ребят, все предыдущие три дня мы с вами говорили об правилах поведения в экстренных ситуациях, о том, к чему может привести небрежное обращение с электричеством, что делать, если потерялись в большом здании или на улице. Сегодня будет новая тема для разговора, об этом нам расскажет Мария Александровна. А сейчас время нашего первого конкурса. Мы снова будем отгадывать загадки. Но на этот раз отгадки вы будете писать на своих стендах. Заодно проверим, насколько грамотно вы пишете. Отправляйтесь каждый к своему стенду. Ребята, загадки будут очень простые, но написать отгадки нужно будет быстро и правильно. Каждый правильный ответ и быстрый ответ будет стоить 4 фишки, а просто правильные 3 фишки. Даю вам подсказку, что все загадки будут связаны с явлениями природы. Ребята, помните, что сейчас, сегодня, последняя возможность сократить отставание от соперника, либо вырваться вперед. Понятно? Ну что ж, ребят, итак, будьте внимательны. Первая загадка. Бежал по тропке луговой, кивали маки головой. Бежал по речке голубой, речка сделалась рябой. Что за явление такой природы? Ну вот. Сергей сообразил, Камила. А ты о чем речь идет? Ну под чем деревья склоняются, листики шевелятся? От чего дребезжат листики на деревьях? Ветер? Конечно, от ветра. Это же явление природы, ветер. Пишем быстро, Камила. Быстрей. Сережа, молодец. Кладу в твою копилочку 4 фишки за правильный и быстрый ответ. Главное, что написали без ошибок. Молодцы, ребята. Камила, тебе кладу за правильный ответ 3 фишки. Следующая загадка. С неба падают зимою и кружатся над землей. Легкие пушинки, белые. Пишем. Ну, зимой что кружит над землей? Белые, пушистые, красивые. Ложиться на землю. Снег. Легкие пушинки. Как эти пушинки по-другому можно назвать? Молодец, Сережа. И Камила молодец. Без единой ошибки. Но Сережа был быстрее. Ой. Поэтому 4 фишки у Сергея. И 3 фишки у Камилы. Третья загадка. Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь. Улыбаешься в оконце и зовут тебя все. Что нас согревает? Молодец, Сереж. Молодец, но почти молодец. Сереж, есть ошибка. Подумай, как правильно это слово пишется. А вот Буковку пропустил. А вот Камила написала без ошибок. Солнце. Допиши просто. Сережа, и запоминай. Так, хорошо. Сергей справился быстро с одной ошибочкой. Поэтому 3 фишки Сереже и 3 фишки Камиле. Так, все. Присаживаемся, ребята. Присаживаемся. Ребята, молодцы. Вы очень хорошо справились с этим заданием. И больше вам скажу. Учителя вами могут гордиться. Потому что хоть и с небольшими недочетами, но пишите вы достаточно грамотно. Молодцы. Чуть позже мы подведем итоги и первого конкурса, и всей нашей игры. А сейчас, ребята, время нашей последней встречи с нашей хорошей знакомой, тетей Машей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада нашей встрече. Нас с вами окружает множество интересных предметов. И некоторые из них могут дать серьезную опасность при неправильном обращении с ними. Безусловно, любопытство заглянуть вовнутрь или похвастаться своей ловкостью перед друзьями нередко приводит к тому, что какая-то часть вашего тела может застрять между металлической частью решетки или радиатора. В такой ситуации без помощи спасателей не обойтись. Именно поэтому, ребята, запомните, просовывать голову между прутьями ограждения, засовывать руку в отопительный радиатор или залазить вовнутрь стиральной машины или унитаза не стоит. Если вы все же оказались в такой ситуации, громко зовите на помощь родителей. Постарайтесь сохранять спокойствие. Если вы увидели, что застрял кто-то другой, немедленно сообщите об этом взрослым и попросите вызвать спасателей по номерам 101 или 112. Только спасатели обладают нужными знаниями и специальным инструментом, которые помогут справиться с непростой ситуацией. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди самый последний финальный конкурс не только сегодняшнего дня, но и всей нашей четырехдневной игры. Ребята, тот из вас, кто внимательно слушал на протяжении четырех дней Марию Александровну, без проблем ответит на мои вопросы. Сейчас мы проверим, насколько вы были внимательны. Каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Если вас будет дополнять соперник, то две из этих фишек перейдут в его копилку. Отвечать на вопросы мы и будем по очереди. А теперь скажите мне, кто начнет первым? Значит, жребий определит. Выбирайте. Кому попадется фишка, тот начнет первым. Быстрее. Раз, два. Камила начинает. Итак, Камила, первый вопрос адресуется тебе. Расскажи, пожалуйста, про пользу и опасность электричества. Чем полезно электричество и какой вред может оно причинить человеку? Электричество полезно тем, что оно заваривает чай. Включи в чайник. Да. В розетку электрический. Мы сможем попить горячего чайку. Так, верно. Кофе. Горячего шоколада. Так, это понятно. Да, можем что-то приготовить. А еще? В другом мы гладим вещи, пылесосом убираемся в квартире. А если не было бы пылесоса, то было бы очень грязно в квартире. Но еще веник, Камилочка, есть для того, чтобы убираться в квартире. А еще, благодаря электричеству, у нас с вами в студии. Есть светло. Молодец, Камила, хорошо. А еще я. Еще хочешь дополнить? Пожалуйста, дополняй. Если бы не было электричества, то вы бы и не снимали нас. Вот так. И это верно, правильно, молодец. Так, Камил, ну ты заслуженно получаешь три фишки за правильный ответ. А вот четыре. Нет, там три. Итак, Сереж, второй вопрос твой. Это вопрос со второго соревновательного дня. Если вы потерялись в большом магазине, что и в каком порядке, Сереж, в каком порядке надо делать в такой ситуации? В большом магазине потерялся, что делать? В первом, надо остановиться. Во втором, если у тебя есть телефон, ты должен позвонить маме или папе. В третьем, ты должен описать место, где ты находишься. И мама или папа к тебе придут. Так, и еще один момент. Ты о нем говорил в предыдущие дни. Кому обратиться в случае, если вдруг и телефона нет, и родителей поблизости нет? А в четвертом, если у тебя нет телефона, ты должен пройдиться. Либо к полицейскому, тот, кто в фаруме. Молодец, Сереженька. Очень верно все сказал. Единственное, что не полицейский, правильно, а милиционер. Да. Договорились? Запоминай. Так, три фишки честно заработанные. Держи, пожалуйста. У меня листовый полицейский. Держи. Нет, нет, нет. Третий вопрос, Камил, твой. Почему опасно оставаться на улице, если стемнело, Камила? Потому что ты можешь оказаться в каком-нибудь безопасном месте. Может кто-нибудь чужой бегать и тебя забрать. Может кто-то надеть мешок на голову и посадить в машину и отвезти тебя куда-нибудь, например, в лес. Или может тебя убить. Самое страшное, Камил. Перечислила, да. А вообще можно, ребята, вечером, когда уже стемнело, оставаться на улице, особенно в вашем возрасте? Конечно, нельзя, Камил. Правильно. Сереж, хочешь дополнить? Пожалуйста. Да. А еще тебе может что-то показаться. Что-то показаться? Ну, в темноте. То есть, если даже знакомое место в темноте может вполне показаться незнакомым. Хорошо, Камил, молодец. Я хочу, пожалуйста, знать. Что дополняй, еще что? Может еще, чтобы дядя один сказать, пойдем, тебе там мама зовет, идем, я тебе дам конфетку, ты можешь за ним пойти, и он тебя, ну, как бы тебя убьет. Может, Камил, конечно, но это актуально не только, я тебе хочу сказать, для темного времени суток, но это может и днем, конечно, к таким дядям ни в коем случае нельзя направляться. Хорошо. Итак, последний вопрос, Сереж, твой. Из сегодняшнего соревновательного дня. Как надо себя вести, если вы или другой человек застряли между прутьями ограждения? Надо вести себя спокойно, сохранять безопасность и, если у тебя есть телефон, позвонить маме или МЧС по телефону 101 либо 112. Молодец, Сереж, молодец. Все верно ты назвал, и в такой ситуации нужно сохранять, конечно же, спокойствие. В первую очередь не забывать об этом, никакой паники. Договорились, если что. Так, Сереж, я тебе не давала фишки, да? Держи, три фишки твои заработаны. Молодцы, ребята, молодцы. Все, больше у меня нет для вас никаких испытаний. Давайте посчитаем, сколько вы сегодня заработали фишек. Итак, ребята, в упорнейшей борьбе в стране безопасности на этой неделе первое место занимает, как вы думаете, кто? Сережа. Сережа. У Сережи 66 фишек. И почетное второе, Камилочка, место в упорной борьбе занимаешь ты, у тебя 56 фишек. Ребят, я вас поздравляю с победой, вы обои победители, потому что о безопасности вы сейчас знаете намного больше, чем я вас, и поздравляю. И хочу вручить вам подарки, которые вы заработали. Итак, этот подарок для Камилочки, а этот для нашего победителя Сергея. Поздравляю, ребята. Желаю вам успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»